Маму, которую молодежь приготовила, и также молясь, чтобы во все это прославляло нашего небесного Отца. Если вы заметили, при входе есть такой стенд, где висят фотографии. Это фотографии с маминого дня, которые вы фотографировались. И после собрания можно будет забрать свою фотографию, свой конвертик. Там, может быть, в конвертике, может быть, даже еще быть ваши фотографии. Поэтому это такой подарок для наших мам на память от молодежи, чтобы у вас были фотографии с этого дня. А теперь помолимся. Господи Бог, мы приходим к Тебе в этот час, просим Твоего благословения на этот вечер, на это служение, чтобы Ты присутствовал с нами, Господь. Чтобы наши сердца были открыты, чтобы Ты принял нашу хвалу, Господи, и также, чтобы наши сердца менялись. Прибудь с нами, Господь, и благослови нас, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 1 Иоанна, 2 глава. Написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира и не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви очей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Не есть от Отца, но от мира сего. И проходит мир, и проходит похоть его. А исполняющий волю Божию пребывает во век. Аминь. Откройте, пожалуйста, Иезекииля 22, 30. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Мы должны, прежде родители, стоять в проломе за своих детей. Нет на земле подруги лучше мамы, И друга нет внимательней отца. Они всегда заметят в душах раны, В молитвах их находятся сердца. Они в проломе за детей любимых Стоят годами, твердо веря ждут. Ведь дети их молитвами хранимы. Порой неверный выбирают путь. Но сердце у родителей стучится, Надежда видеть в небе всех детей. И седина на волосах искрится, Дорога в небо, это путь скорбей. Они в проломе за детей любимых Стоят годами, твердо веря ждут. Ведите их молитвами хранимы. Порой неверный выбирают путь. А жизнь идет вперед неумолимо. Стареет папа, мама вместе с ним И будет навсегда непоправимо Большое горе, что приносим им. Они в проломе за детей любимых Стоят годами, твердо веря ждут. Стоят годами, твердо веря ждут. Ведите их молитвами хранимы. Порой неверный выбирают путь. Настанет час, и их не будет с нами. Но совесть будет вновь напоминать Их слезы все пролитые годами. Цените, дети, жизнь отца и мать. Они в проломе за детей любимых Стоят годами, твердо веря ждут. Ведите их молитвами хранимы. Порой неверный выбирают путь. Они в проломе за детей любимых Они в проломе за детей любимых Стоят годами, твердо веря ждут. Ведите их молитвами хранимы. Порой неверный выбирают путь. Слава Богу. Я хочу за тобою идти Мой спаситель куда бы ни вёл Помоги крест тяжёлый нести Что без робота с радостью шёл Я упаду на пути Ты прости ко мне руку свою Помоги за тобою идти Ведь тебя я спаситель люблю Помоги за тобою идти Ведь тебя я создатель люблю Нелегко за тобою идти Когда всё улыбается мне Но коль скорби придут Помоги Не дойти Не дойти Не дойти На небесной стране Вам на нём Нелегко за привкусной Я упаду на пути Ты прости ко мне руку свою Помоги за тобою идти Ведь Тебя я, Спаситель, люблю. Помоги за Тобою идти, Ведь Тебя я, Создатель, люблю. Положиться мне, дай на Тебя, Твердость веры во мне сохрани. Ты страдал на кресте за меня, Должна мне часть страданий нести. Когда я упаду на пути, Постри ко мне руку свою. Помоги за Тобою идти, Ведь Тебя я, Создатель, люблю. Помоги за Тобою идти, Ведь Тебя я, Создатель, люблю. Но ведь я человек без Тебя, Нету силы, я враг пред Тобой. Вся надежда моя на Тебя, Только Ты моя радость, покой. Когда я упаду на пути, Ты простри ко мне руку свою. Помоги за Тобою идти, Ведь Тебя я, Создатель, люблю. Помоги за Тобою идти, Ведь Тебя я, Создатель, люблю. Иисус, Ты мне показал путь спасенья, Дорогу веры, дорогу любви. Ко мне сошел Ты с небес, И открылись глаза, глаза мои. Искала я лишь земных наслаждений, Желала счастья я только себе, Но Ты пришел для того, чтобы все изменить в моей судьбе. Ты Альфа и Амега, я верю Тебе. Мой Господь, Царь Иисус, пред Тобой о молитве склонюсь. Знаю я, Ты один, наш Спаситель Христос, Божий Сын. Ты страдал за грехи всего мира, умирал на Голгофском кресте. Но потом Ты воскрес, оправдай меня, Царствие небес. Ведь Ты пришел, чтоб дать пленным свободу, Голодным пищу и зрение больным. Хлеб преломляя Иисус, Ты учи нас прощать, прощать другим. Ты Альфа и Амега, я верю Тебе. Мой Господь, Царь Иисус, пред Тобой о молитве склонюсь. Знаю я, Ты один, наш Спаситель Христос, Божий Сын. Ты страдал за грехи всего мира, умирал на Голгофском кресте. Но потом Ты воскрес, оправдай меня, Царствие небес. Оправдай меня, Царствие небес. Матфея, 7 глава, 1 стих. Всем хорошо известны, которым мы часто используем этот стих, «Не судите, да не судимы будете». Я когда начал рассуждать, это очень такая обширная тема и понимаю, что я только может одной только части коснусь сегодня. Некоторые мысли я хотел бы нам напомнить, чтобы эта мысль осталась в среде недели и мы о ней рассуждали. Как люди, мне кажется, мы очень легко можем стать судьями. Начиная в наших мыслях мы начинаем осуждать, наши слова потом начинают осуждать или даже наши поступки. И мы можем судить поступки других людей, мы можем судить слова других людей и иногда можем даже судить и мысли других людей. «А что он так подумал? Он, наверное, нехорошо обо мне подумал». Общий принцип, который оставлен в Священном Писании, который Иисус Христос нас учит – это «Не судите». Сейчас, я думаю, это очень популярная такая фраза «Не судите». И, думаю, не менее популярная она была и во все другие времена, и во время Иисуса Христа, потому что о ней много говорится, о суде много говорится в Священном Писании неоднократно. Мне кажется, я замечаю, вот общаюсь с людьми, что люди часто используют фразу «Не суди». И они готовы говорить «Не суди», потому что это неуважительно, это не толерантно. То есть ко всем ситуациям жизни «От только не суди» каждый имеет право на какое-то свое мнение. Я заметил, что люди легко это говорят, когда это их не касается. То есть это когда это какая-то другая тема, которая лично никак на них не повлияет, на их желание или на их еще что-то убеждение. Но как только задеваются интересы или принципы человека, он говорит сразу «А что ты меня судишь?» И этим самым осуждает другого, потому что тот его судит. Он думает, что его судит. И получается такой круговорот. Одни не судят, а другие тем же самым судят другого. Думаю, что проблема эта часто кроется в определении этого слова. Что значит «судить»? Может быть, мы иногда называем судом то, что не является судом. Я хотел бы на примерах из Священного Писания разных историй напомнить вам эти примеры, и чтобы на этих примерах как-то вывести определение, что значит «судить» и от чего нас Христос предостерегает. Первый пример, который приходит на память – это пример Ионы. Мы хорошо знаем эту историю, когда Бог повелевает Ионе идти проповедовать в Неневе. Но я думаю, Иона уже в своем сердце вынес приговор или вынес в суд этому городу, и он не хотел туда никакими путями идти. И он убегает от Бога, потому что он уже имеет в себе этот приговор, что этот город должен погибнуть, Бог его должен наказать. И даже когда после такого сложного процесса, когда Бог его воспитывает, он, убегая, попадает в шторм, его выбрасывают за борт, его проглатывает большая рыба, выплевывает на берег, все-таки Иона соглашается, идет в Неневе. И когда он проповедует, мы тоже можем заметить в его проповеди, что он не дает людям никакой надежды, он уже их осудил. Он говорит, не покайтесь, он говорит, что через сорок дней Неневе будет разрушено. То есть никакой надежды. И когда он замечает, что Бог их помиловал, это его огорчило. Но Бог дает хороший урок и нам, и Ионе. Давайте почитаем это место. Это Иона, 4 глава. Почитаю два последних стиха – 10 и 11. «Тогда сказал Господь, Ты сожалеешь о растении, над которым не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну ночь пропало. Мне ли не пожалеть Неневию, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличать правой руки от левой, и множество скота?» А здесь Бог показывает свой характер о том, что каждый человек – это его творение, каждый народ – это его творение. И он хочет, чтобы каждый человек был спасен. Он не желает гибели грешника. И он показывает, что для нас вещи есть дорогие, и мы готовы за них что-то делать. А для Бога каждый человек очень важен, и его первая задача, чтобы каждый человек спасся. Ещё другой пример можем посмотреть – это когда ученики с Иисусом и шли из Иерусалима… Нет, они шли в Иерусалим и хотели остановиться в селении Самарийском. Давайте почитаем эту историю. Луки, 9 глава, 54 стиха. «Ученики идут с Иисусом Христом и хотят остановиться, но их не пускают». И здесь 54 стиха. «Видят то, ученики его Иаков и Иоанн сказали, «Господи, хочешь мы скажем, чтобы огонь сошёл с неба и истребил их, как и Илья сделал?» «Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, «Не знаете, какого вы духа? Ибо Сын человеческий пришёл не губить души человеческие, а спасать».» Вот эти хорошие здесь тоже принцип даёт Иисус Христом своим ученикам. То есть они были уже поспешны, они уже вынесли суд. Раз не пускает, самого Господа не пускает в город, нужно его устребить, чтобы очистить землю, чтобы не было этих нечестивых людей. Но Господь говорит другое, что сейчас время благодати, сейчас время спасения. И Иисус Христос пришёл именно для этой цели. И он опять напоминает то, что мы не знаем до конца всего плана Божьего, как люди, и поэтому нельзя спешить выносить такой суд. А с другой стороны, если мы посмотрим на людей этого селения, которых не пустили, мы тоже можем увидеть, что эти люди сделали какой-то суд в своём сердце, у них было какое-то предвзятое отношение, и не только потому, что люди ишли в Иерусалим, они отказались их принимать и этим же самым пропустили встречу с Иисусом Христом. Я думаю, если у нас есть какое-то предвзятое отношение к какому-то человеку или к какому-то народу, мы тоже рискуем пропустить что-то важное, пропустить, когда Дух Святой побуждает нас к чему-то, только потому что мы уже к чему-то настроены негативно. Ещё один пример я хочу почитать – это очень распространённый суд, который мы способны судить друг друга – это когда мы судим человека за служение. Он плохо подготовился, нужно было бы сделать как-то по-другому, может, он где-то неискренне служит или так неправильно делать. Давайте почитаем 1 Коринфянам 4 глава с 3 стиха. Апостол Павел о себе пишет. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди. Я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». И теперь 5 стих, я хотел обратить на него внимание. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придёт Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Здесь очень хорошее напоминание, которое даёт нам апостол Павел, чтобы мы не спешили судить кого-то, потому что мы не знаем до конца, какие намерения были у человека. Суммируя из этих примеров, я бы хотел выделить такое бы определение, что не судить то, что Иисус Христос запрещает. Это значит, что значит судить то, что Христос запрещает. Это значит делать или говорить или думать с тем, чтобы показать свою самоправедность. Во всех ситуациях мы видели, что люди хотели показать, что они более правее, чем кто-то другой, более праведные, чем другие люди, и они заслуживают какого-то ответственности, то есть они могут уже какой-то суд вынести другим. И если мы ставим свою самоправедность выше, то мы можем стать судьями. То есть если я говорю, что я лучше, я не такой грешник, мои принципы важнее, я знаю, как служить лучше, чем другие. Судить это также выносить приговор. Когда мы судим, мы отчасти уже говорим, чего человек достоин. Это погибший человек, уже с ним не стоит работать. Или ты поступаешь неправильно, твое служение Богу не угодно. И мы, может быть, даже не говорим это человеку, но в своих мыслях мы уже можем осудить кого-то. Судить это сделать вывод очень быстро, не вникая в дело. Не спросив, не уточнив, что человек имел в виду, не дождавшись результата или какого-то плода, мы уже спешим сделать вывод. Бог нам не дает этого права судить, так как сердце человека знает только Бог. Даже и мы сами до конца не знаем, что в нашем сердце. И мне нравится Псалом Давида, 138, где он пишет, что «Испытай меня, Боже, и узнай, что в сердце моем. Испытай и узнай помышления мои, и зри, не опасным ли я пути». То есть Давид понимает, что даже он не до конца себя знает. И только Бог, когда проводит через разные сложные ситуации, тогда человек понимает, что по-настоящему у него в сердце. Еще в Соломон своей молитве за народ, когда он построил храм, он говорит такие слова. Это записанное 2 Паллипоменон. Постараюсь быстро открыть. 2 Паллипоменон, 6 глава, 30 стих. Он молится за народ и говорит, если народ обратится к тебе, то ты услышь с неба место обитания твоего, и прости, и воздай каждому по всем путям его, так как ты знаешь сердце его, ибо ты один знаешь сердце сынов человеческих. Ибо ты один знаешь сердце сынов человеческих. Еще другой стих записан в притче, 20 глава, 5 стих. «Помыслы сердца человека глубокие воды, но человек разумный вычерпивает их». То есть мы можем увидеть, что сердце человека, оно расширено, и так просто с первого взгляда его невозможно понять правильно. Я хотел бы подчеркнуть, что часто легко перепутать слово «судить» и «обличать», потому что в Писании мы тоже находим места, где Бог повелевает нам, чтобы мы наблюдали друг за другом и помогали друг другу. Но здесь есть большая разница, но часто эти понятия могут быстро перепутаться. Если человек судит, то он высказывает свою самоправедность. Но если человек обличает, он делает это из-за любви к человеку, потому что он его любит. И с первой мыслью, наверное, если человек замечает какой-то плохой поступок, который кто-то сделал, первая мысль не осудить, а первая мысль может быть даже оправдать, сказать, ну может быть он поступил нечаянно или что-то не обдумал. И потратить время, чтобы поговорить с человеком, чтобы узнать, чтобы понять, почему он так поступил. Это чтобы поступить с любовью, это занимает довольно много времени. Цель суда – это вынести приговор, но обличение – это желание помочь человеку. То есть не осудить, сразу сказать, ты пропавший, но с целью того, чтобы помочь человеку возрасти. И это также занимает очень много времени. А чтобы обличить человека, в первую очередь, конечно, нужно проверить себя, просить у Бога мудрости и любви, набраться терпения, и это занимает очень много времени. Иногда даже до самой смерти приходится человека терпеть, если ты его любишь, если ты желаешь ему спасения. Вот эти мысли я хотел бы оставить в этот вечер для нас, чтобы мы обращались к Священному Писанию и видели, обращали внимание на все эти истории, которые Бог не зря оставил для нас, чтобы мы могли видеть хорошую и точную разницу, где я становлюсь судьей и от чего меня Христос предупреждает. Пусть нас Господь благословит, не судить друг друга, не иметь каких-то предвзятых отношений друг к другу, но больше заботиться, чтобы не подавать плохого примера друг к другу. Пусть нас Господь благословит. Аминь. Мы можем быть в доме Твоем. Господь, благодарю за напоминание, которое Ты говоришь моему сердцу, чтобы про него не было там суда, Господь, потому что он принадлежит Тебе. Господь, чтобы даже в мыслях не осуждать других, но, Господи, заботиться больше о том, чтобы не подавать кому-то соблазна. Прибудь с нами и благослови нас, Господи, ищи этот ход служения, прими нашу хвалу из наших уст, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Господи, Боже наш, как величественное имя Твое, Слава Твоя вовек растирается, Ты выше всего. Аллилуйя. Когда втираю я на небеса, Тебе хвалу пою, Всем сердцем буду прославлять Тебя, Услышь молитву мою. Аллилуйя. 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 В Тебе радость моя, Ты со мной, я с Тобой. Сын Отец и Дух Святой, Аллилуйя, Аллилуйя. В Тебе радость моя, Ты со мной, я с Тобой. Царь, 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 мой Иисус, Живой. Я буду славить Тебя, Господи, всем сердцем Твоим. В обитопании Отца, вновь волнуй Тебе, Возвратим. Когда втираю я на небеса, Тебе хвалу пою, Всем сердцем буду прославлять Тебя, Услышь молитву мою. Аллилуйя. 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 В Тебе радость моя, Ты со мной, я с Тобой. Сын Отец и Дух Святой, Аллилуйя, Аллилуйя. В Тебе радость моя, Ты со мной, я с Тобой. За царей мой Иисус живой. Каждый день я понимаю, что не зря, Над землёй сгущается гроза, и загорается заря. Всё, что Ты создал, нас один и основал красотам. И величие дел Твоих через время и года, не меркнет никогда. Боже, мне Тебя дороже, мне Тебя сильнее сотворил моря и океаны. Боже, мне Тебя дороже, мне Тебя мудрее, мудростью Своей землю создал Ты. Капли слёз сердечный разобьёт гранит. И елей, святой любви Твоей, мои боли и сери. Тихо и легко Ты касаешься души. Боже, мне Тебя дороже, мне Тебя сильнее сотворил моря и океаны. Боже, мне Тебя дороже, мне Тебя мудрее, мудростью Своей землю создал Ты. Боже, мне Тебя дороже, мне Тебя мудрее, Боже, мне Тебя дороже, мне Тебя мудрее, Мудростью Своей землю создал Ты. Боже, мне Тебя дороже, мне Тебя сильнее сотворил моря и океаны. Боже, мне Тебя дороже, мне Тебя мудрее, Мудростью Своей землю создал Ты. Боже, мне Тебя дороже, мне Тебя дороже, Бог Я Господу веряю, своим сердцем управляет Я каждый час на Бога уповаю Что к мне пришло, Ему я доверяю Тебе веряю свет Тебе веряю свет Тебе веряю свет Тебе веряю свет Бог мой, Бог мой, Ты исправитель мой Стал моим охотом и твердаю скалой Бог мой, Бог мой, защита от искот Моя надежда, Ты все Господь, Господь Бог мой, Бог мой, Ты исправитель мой Стал моим охотом и твердаю скалой Бог мой, Бог мой, защита от искот Моя надежда, Ты все Господь, Господь Я, мы следим, Богу, Он веде на мне Моя надежда, Бог мой, Он веде на meu сердце Ё мы следим, в идите волокие Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добно 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добно 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 Я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Очисти меня кровью своей, не дай мне сойти с твоих путей. Очисти меня кровью своей, не дай мне сойти с твоих путей. Очисти нас, очисти нас. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Я без тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь ты. Очисти меня кровью своей, не дай мне сойти с твоих путей. Очисти меня кровью своей, не дай мне сойти с твоих путей. Очисти нас, очисти нас. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Лишь Богу будет слава Соли не аглория Лишь Богу будет слава Лишь Богу будет слава Соли не аглория Отрек Священного Писания, который я хочу сейчас предложить всем для рассуждения, записан в трех евангелистах, как их называют синаптическими. То есть они все повторяют одно и то же. И он так вот в моей Библии озаглавлен. Иисус и богатый юноша. Правда я прочитал все три повествования и у Матфея, и у Марка и у Луки, и там о возрасте этого человека ничего не сказано. Ну почему-то так определили, что это был юноша. Ну тем более, что сегодня молодежное собрание, я думаю, оно будет уместно. Ну и так как все-таки возраст не указан, я думаю, что будет полезно всем послушать извлечь некоторые истины. Я буду читать из Евангелия от Марка, глава 10, с 17 по 27 стих включительно, 11 стихов. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не пролюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус взглянул на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуя за мною, взяв крест». Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие». Ученики ужаснулись от слова его, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой, кто может спастись. Иисус возрев на них говорит, «Людям это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». Вот такой отрывочек Священного Писания. Здесь столько много мыслей, и их, конечно, все в одной проповеди не вложат, но я хотел бы на некоторые аспекты обратить наше внимание. Но самое первое, что подошел к Иисусу человек, на мой взгляд, очень серьезным вопросом. Обратился к нему с такой, что мне делать, мне что делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Мы с вами тоже обращаемся к Богу, и я надеюсь, что не один раз на день. Но с каким вопросом мы обращаемся, первая мысль, к Господу? Ну, проанализируйте свою молитву. Вот этот человек, как говорит, кто-то заглавлял, что юноша богатый, ну, может быть, уже и не юноша, он задал очень правильный и очень серьезный вопрос, что мне делать. Очень часто мы в наших молитвах, да что мы, я, я себя поймал на такой мысль, когда рассуждал, о чем я молюсь. Если убрать все слова, слова, слов, то получается, что я просто рассказываю Господу, что ему нужно сделать. Это я о себе говорю, вы проверьте себя. Я помню, мне очень понравилась одна молитва, я даже одно время молился, Господи, накорми голодных, напои жаждущих, одень нагих. Ну, так вот один брат уважаемый молился, и мне так это понравилось, молитва, что я начал молиться, а потом остановил себя, думаю, это же Господь мне сказал. Кому Господь сказал это делать? Вот часто получается так, что мы в своей жизни, то, что нам Господь говорит делать, мы говорим, ты, Господи, это сделай. А то, что он говорит, я это сделаю, мы пытаемся сами сделать. А то вот часто у нас бывает таких много недоразумений. Молодежь, у вас так не случается? Вот вы молитесь, просите что-то у Господа, рассказываете ему что-то, а небо молчит. Вот нам нужно быть очень внимательными, когда читаем Слово Божие. Чему учил Господь? Как Он учил нас молиться, чтобы молиться правильно? Но это я не хотел на этом долго останавливаться. Просто такая мысль, что очень серьезный вопрос задал Господу этот человек, богатый человек. Что мне делать, чтобы спасти? Что ему ответил Господь? Он сказал, знаешь заповеди? Ведь на самом деле в Священном Писании написано в заповедях все для человека. Если мы исполняем заповеди, все для человека. В этом все для человека. Выслушаем сущность всего, говорит Священное Писание. Что нужно? Исполнять заповеди. И Иисус, Иисус перечислил ему заповеди. Вы заметили, какие заповеди Иисус перечислил? Ни одной заповеди из десяти, которые касаются Бога, он не назвал. Он только назвал заповеди, которые касаются человека, людей, которые окружают его. И этот человек заявил о том, что все это он сохранил от юности своей. И опять у меня вопрос. Правду он сказал или нет? Судя по тому, как отреагировал Иисус Христос, ну, хочется верить, что он правду сказал. Потому что Христос взглянул на него, написано, полюбил его. Разве мог Иисус Христос полюбить обманщика? Ну, тогда в противоречии уступает со Словом Божиим его ответ. Потому что священное прописание говорит, нет, ну, автор священного прописания говорит, я был молод, и состарился, и не видел ни одного праведника, который делал добро и не согрешал бы. Что такое согрешение? Это же нарушение заповеди. Ну, даже вот заповедь почитай отца и мать. Дети, скажите, вы все выполняете эти заповеди? Кто-нибудь есть, который никогда папу и маму не обманывал? Ну, хоть один есть такой? А взрослые, вспомните свою молодость. Ну, я понимаю, что здесь надо как-то поискать. И знаете, мне как-то запало на сердце, ну, разобрать такое слово, которое есть в Священном Писании, что наследует жизнь вечную, может, те, кто соблюдают заповеди. Этот сказал, я сохранил или соблюдаю, тогда одно и то же. До определенного времени я так и понимал, что сохранить или соблюсти заповеди – это неукоризненно, в точности полностью все исполнить. Оказывается, греческое слово, которое переведено как «соблюл» или «сохранил», имеет немножко другое смысловое значение, чем в русском языке. Оно имеет значение, что я не исказил. Я наблюдал, чтобы его исполнить, сохранить без искажения. Так вот, я так думаю, что он именно так объяснил Иисусу, а он, видя сердце, знал, что этот человек от юности своей благовел перед заповедями и старался их исполнить. Он не искажал их, не изменял. Мы живем такое время сегодня, очень коварное время, когда человек, когда не может что-то исполнить в Священном Писании, он искажает его. Говорит, это неправильно написано, это неверные переводы и так дальше. Вместо того, чтобы исполнить ее. Но исполнить мы в силу своей плотской, проданной греху природы не можем. Поэтому Священное Писание нам как говорит? Если мы исповедуем грехи наши, то есть исповедуем, что мы нарушили эту заповедь, ее святим, соблюдаем, да, она непреклонна, я должен ее соблюдать, но я нарушил, Господи, прости, исповедал это. Назвал своим имяем, Бог прощает меня. Я думаю, в этом плане молодой этот человек сказал, что я соблюл от юности моей. И Господь взглянул на него, поверил, увидел, да ему не надо, он все знает, что в человеке, он видел, как он от юности благовейно относился к заповедям и старался их исполнить, а если нарушал, то он исправлял это положение. И тогда он говорит ему такие интересные слова. Одного тебе не достает. Вот представьте себе, человеку, который благовеет пред Господом, который правильно молится, который искренне честен пред Богом в плане того, что он заповеди его святил, он говорит, тебе одного не достает. Чего же ему не доставало? На первый взгляд кажется о том, что Иисус против всякого богатства. Он говорит, все, что имеешь, пойди и раздай нищим. Нет, он не сказал, что иди продай и принеси мне. Сегодня много таких есть призов в церквах, вы продаете, вы знаете, Аделаджо в Киеве тоже такое устроил, что на весь мир прославился, что люди квартиры продавали, закладывали все, приносили ему, он там богател, миллионером стал, а потом всех обманул. Иисус не так сказал. Иисус сказал, очень интересно, если ты хочешь собрать себе сокровище на небе, то то, что имеешь на земле, продай и что сделай с ним? Раздай нищим. Раздай нищим. Ну, это сверхчем неразумно, потому что если ты еще кому-то дашь эти деньги, что он тебе вернет, это разумно. А если отдать нищим, то все равно что выбросить. Но Христос сказал такую истину, что если ты это сделаешь, то ты соберешь себе сокровище на небесах. Я когда читал одну историю за одного вельможу, это было у царской России, и его оклеветали. Он приближенный к царю, был и оклеветали, и царь поверил этим навету клеветников и приказал его конфессовать его все имущество и посадить в тюрьму. И вот когда он сидел в тюрьме, к нему пришел один священник, монах. И вот он этому монаху исповедовал, что я не виноват в этом, что у меня оклеветали. Это неправда. Может быть, бы ты походатайствовал за меня перед царем, но как-то, может, тебя послушают. Я страдаю несправедливо. Он говорит, а есть ли тебе хоть сколько-нибудь денег? Он сказал, что у меня есть небольшие еще деньги, мне не все отобрал царь, но у меня есть 150 рублей. Но в то время 150 рублей – это было немало денег. Я просто для сравнения скажу, что лошадь стоила 5 рублей. Вы можете представить, сколько это у него денег было. И вот он сказал ему, попроси своих, ну, кто тебе прислуживает, и он не мог в тюрьму выйти, попроси, чтобы эти 150 рублей, они разменяли по одному рублю и принесли мне. А я, говорит, попрошу людей, которые могут походатайствовать за тебя. Ну, он не понял, для чего 150 рублей поменять по рублю, ну, 150 ходатайствовать перед царем, чтобы от тюрьмы решил, что это стоит. Он сделал так, отдал ему этих 150 рублей по одному рублю. И через некоторое время, небольшое время, больше чуть месяца прошло, царь вызывает его и говорит, «Я разобрался в твоем деле, я нашел злоумышленников, которые оклеветали тебе, я возвращаю тебе все имущество, я возвращаю тебе то положение, в котором ты был. Ты несправедливо был осужден, извини меня». Тогда этот человек решил найти этого монаха, ну, нетрудно было найти. Он спросил, «Что у тебя за люди, которые имеют доступ к царю, и так повлияли на него? И зачем ты у меня просил по одному рублю?» Ну, его интересовало все время, зачем он менял по рублю? А он тогда вывел его на улицу, около церкви дело было, и показал, ну, видишь, вот ряды нищих, которые сидят, просят. Вот эти люди, которые к Богу обращаются. И я им каждому порублю дал, и давая рубль, сказал, что молились о тебе Богу. Он сам царь царей. И вот они ходатайствовали за тебя, а Бог управил сердцем царя. Мысль поняли мы? Он, можно сказать, выбросил деньги, но он собрал себе сокровища. Вот когда мы отдаем нищим, это ходатай перед Богом, они произнесут слово молитв, которое Бог обязательно услышит. И он говорит, вы соберетесь сокровища на небесах. Но в этой истории удивляет то, что этот богатый человек, благочестивый человек, которого полюбил Иисус, он отошел от Иисуса с печалью. Но я еще повторю думаю, неужели Иисус против того, чтобы мы имели богатство? Неужели это является причиной того, что Он ушел с печалью? Я думаю, что не в этом. Но я хотел обратить наше внимание на другую мысль. Когда Иисус после этого инцидента сказал ученикам о том, что богатому трудно войти в Царство Небесное, то они ужаснулись. Вообще ученики многому чему ужасались. И бурю смирил Иисус, и воскресил. Это те чудеса, которые творил, которые сильно изумляли, даже ужас приводили. А то вот богатому. Мы с вами, конечно, воспитаны в другом, ну как другой, я даже не знаю, какое слово тут сказать, культуре, или в других отношениях, пониманиях, так воспитаны. А в то время, когда действовал закон, было понимание такого, что если человек согрешил, и согрешил человек бедный, то он что мог принести в жертву за свой грех? Ну, голубя, ничтожную такую птичку эту принес, и ну сколько она стоит, этот голубя? Тут грех большой. Ну, люди не понимали милость Божью. Там не в стоимости дело было, а в пролитии крови. Ну, они вот так ценили, в то время так понимали, что если вот согрешил, а там и так и было написано, если князь согрешил, или священник согрешил, то он должен был принести там вола, даже не одного вола, там козлов, сколько должен был в жертву, если будет узнан грех. Ну, конечно, не понимали, чем дороже жертва, чем больше заплачено, тем больше прощается. А чем меньше, так вот они когда увидели, что богатый человек, который мог принести за свои грехи столько много жертв, и не может спастись, кто тогда может спастись? Вот рыбак тот бедный, который только голубя мог принести в жертву. Они ужаснулись. Но Иисус Христос сказал, что невозможно человеком, возможно Богу. Вот на этом я хотел бы наше внимание сегодня больше заострить. Ну, еще один такой вопрос, который, ну, он вытекает из этой беседы. Почему Иисус Христос, заведомо зная, что этот человек не исполнен, все-таки попросил ему сделать невозможное? Он сам рассказал, что невозможно людям, возможно Богу. Он попросил сделать его невозможное, ну, с точки человеческой логики. Почему так Иисус Христос поступил? Он же ведь его полюбил. Посмотрите на нашу жизнь, братья и сестры. Как часто мы задаем вопросы, Господи, для чего Ты это поступил со мной так? Для чего Ты мне это сделал? Что я хуже всех? Никогда не задавали таких вопросов. Мне сегодня буквально рассказали историю за женщину, которую я не знал, но знал хорошо ее сына. И когда он умер, этот сын, а умер рано, еще 56 лет ему не было, когда он умер, одна женщина, ну, или она пришла к той женщине, или ее посетила, я уже не знаю, но вот женщина, которая ее посетила, вот эту мать, которая в скорби такой, начала жаловаться на свою судьбу, и сказала, почему Бог с тобой так поступает? Ну, что-то там, она молилась, и Бог так не ответил, она пожаловалась. И вот эта женщина, пережившая такое горе, ну, смерть, раннюю смерть сына, она говорит, а я даже боюсь спрашивать об этом Бога, потому что Бог лучше знает, что нам нужно послать. Вы понимаете? Как вам кажется, кто более благовеет пред Господом? Тот, который задает вопрос, Господи, зачем ты со мной так поступаешь? Или тот, который боится задать даже такой вопрос, понимая, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Дело в том, что мы с вами, когда у нас все хорошо, так, как мы запланировали, как мы наметили, вот все, когда получается, точно как мы задумывали, все получается. Какое чувство наполняет наше сердце? А? Ну, мы такие праведные, правда? Мы такие хорошие. Бог слышит наши молитвы, все выполняет, и мы способны задремать. Я когда-то, мне было поручено на одном большом общении служителей говорить слово, и я говорил на тему «задремали и уснули». Вот когда человек спит, он вещи видит в нереальном свете, сны видит, понимаете? Вот он и там, кем только не бывает человек во сне. Один брат говорил, я во сне такой герой, супергерой, просто я там мог и стены, и человек, который спит и любит жить в иллюзиях, этого человека трудно вывести из этого состояния. Ну, кто из вас любит, когда утром у вас будет на работу, в школу, дети, кто любит? Поднимите руку. А чего вы не любите утром просыпаться? Потому что под утро самые такие сладкие сны, правда? Такие красочные сны, такие интересные сны будут. Так вот, ангел ладикийской церкви был в таком состоянии. Он думал, что он богатый, разбогател, ни в чем не имеет нужды, а на самом деле не знал своего реального положения. А Господь ему говорит, ты советую тебе, купи у меня мази, чтобы помазать глаза, чтобы ты увидел, в каком ты положении. Апостол Павел в послании к Ефесиным говорит, встань спящий и воскресни из мертвых. То есть спящий человек это близкий к смерти человек. Когда у нас все хорошо, это очень опасное состояние. Мы начинаем неправильно относиться к реалиям жизни. И Бог поэтому нас иногда, от нас требует невозможного, ну, с человеческой точки зрения, чтобы встряхнуть нас, чтобы привести нас в реальность. Вот сегодня сестра Лида пела, и я так даже записал, конечно, все слова не успел, но я так понимал, что созвучно с моей проповедью. Там на земле не зря сгущается гроза. Ну, такие слова были в этой песне. Бог растворяет миражи, чтобы мы реально смотрели. И там есть люди такие, нет тебя мудрее. Помните эти слова? Да я, конечно, если бы все слова мне дали, это было бы лучше. Ну, вот то, что я запомнил, на самом деле, Бог специально, сознательно, из любви к нам сгущает тучи нашей жизни, чтобы мы все-таки сбросили это сонное состояние, взыскали Господа, чтобы правильно начались молиться к Нему. И когда мы начинаем правильно молиться, Бог растворяет все миражи жизни нашей, как мы нарисуем себе. Вот так должно быть, вот так. И Богу диктуем, Господи, сделай так и так. Богу надо, Господи, если угодно воле Твоей. Мы попадаем в Бог, во-первых, надо понимать, что Бог не скушается злом. Он все намерения Бога только во благо, что бы Он ни делал, обличают нас, терпим мы какие-то лишения, постигают нас какие-то болезни. Внимательно читайте Священное Писание. Они говорят нам о том, что это Божий перст для того, чтобы отвести душу нашу от каких-то нехороших дел, чтобы спасти, чтобы ввести нас в Царство Небесное. И потом, что пользу, если мы приобретем весь мир, а душе своим повредим? Господь желает, чтобы мы собрали себе сокровища на небесах. И вот Он сказал этому молодому человеку, раздай, возьми крест, раздай нищим, возьми крест, следуй за мной, и ты будешь иметь сокровища на небесах. Кто из нас хотел бы небесное сокровище, Царство Небесное, променять на земное? Умом никто. А давайте посмотрим практической жизни. Куда направлено наше сердце? Куда направлены наши мечты? Как мы строим наши планы? А чего нам не спиться ночью? Проанализируйте себя. Не о земном ли все? Не планируем ли, как на земле лучше устроить, побогаче заработать, а больше того, как кого-то обхитрить, как за счет чьей-то достигнуть какого-то и так дальше. Наше сердце крайне испорчено. И почему мы удивляемся, что Бог иногда не отвечает нам наши молитвы так, как мы просим? Любит нас Бог. Очень печальное или опасное критическое состояние, когда человек не имеет никакого переживания в жизни, никаких потрясений. Я боюсь за судьбу такого человека, потому что Писание говорит, Бог кого любит, тех обличает и наказывает. А праведного нет ни одного. Никто не может похвалиться пред Господом, что он праведный. Вот думаю, опять возвращаемся к юности. Зачем Господь ему задал такой вопрос? Что он ожидал? Как бы мы ответили, если бы нам Господь задал такой вопрос? Чего ему не доставало? Разве это, чтобы только раздать имущество? Да нет. Вы знаете, еще один пример скажу. Я, может быть, уже и рассказывал, одна бабушка мне разрешила его рассказывать. Когда еще было до всяких реформ в Советском Союзе в хрущевское время, она получала пенсию, маленькую пенсию, 28 рублей. Как она бедно управлялась этой пенсией? Ну и с 28 рублей нужно было 10, ну сколько отдать? 2,80. Ну она давала рублик всего и считала, что это хорошо давала. Когда Господь обличил ее, она решила как-то отдать долги Богу и начала не 2,80, а по 3 рубля отдавать. Ну, чтобы за те годы, что отдать Богу. Это она мне все рассказывала. А потом, говорит, пришел вот эта перестройка, и она не 28 рублей стала получать, а стала получать аж тысячу рублей. Ну, то, что булка хлеба там стоила 50 рублей, это не важно, но она аж тысячу стала получать. Сознание еще не переключилось, а из тысячи сколько надо отдать? 100 рублей. А для нее 100 рублей? О-о-о! 100 рублей отдать! И как тяжело! Так вот, как трудно, надеющимся на богатство. Вот когда мало, ей легче было 3 рубля с 28 отдавать, хотя это по процентам гораздо больше, чем из той тысячи 100 рублей. Но ей тяжело было отдать. Вот пока мы немного имеем, мы думаем, ну, почему ему так не поступить? А вот, ну-ка, проверьте себя, то, что вы имеете. Вы готовы сегодня выполнить поручение Иисуса Христа? Отдать все нищим? Да если бы я кому-то предложил, скажу, Виктор Иванович, ты в своем уме. Да разве требует это Господь? Разве можно так? На самом деле, я думаю, Господь даже не требовал от него, Он просто испытал его. Как Он ответит? Когда Господь что-то требует, которое нам кажется это сверх, чем мы можем понять, что это не умещается, Господи, я, это невозможно человеком. Я думаю, здесь Бог ожидал и не только от Него, и от нас ожидал. Это такая мысль у меня, что Он ожидал нашей искренности. Господи, Ты знаешь, мне тяжело это сделать. Помоги мне, Господи. Ведь если Ты требуешь, Ты же обеспечишь. Так говорит нам Священное Писание. Разве Бог требует что-нибудь невозможное от нас? Это нам кажется невозможное. А Богу это все возможно. Ну, я не хочу приводить много примеров из Толстого. Есть он очень такие эти вещи, которые нам кажется невозможным, объясняет. Вот. Ну, хотя бы вот тут его рассказ, помните, как он задавал вопрос, что несправедливости много. И он, ангел, повел этого человека, который думал, что Бог несправедливый, показывал ему, и потом он увидел, что Бог справедливый. То есть, на первый взгляд, ну, как это так? Что это за Бог, который поклоняется, когда он так поступает? А оказывается, у Бога благое намерение. Просто нас не хватает веры. И если ее не хватает веры, то написано, допросит, немало не сомневаясь, доверяя Господу, Господи, Ты знаешь, что мне трудно. И Господь знает. Господь знает. Он любит чистосердечных. Он помогает им это делать и выводит из этих тупиков. И то, что невозможно человеком, возможно Богу. Вот если мы это усвоим, тогда никакие требования Священного Писания не покажутся нам абсурдными, неправильными. Не будем искать какого-то перевода. Господи, если Ты хочешь этого. Ну, еще один пример расскажу, такой, не буду называть имен. В одной семье заболела девочка, подросток. И заболелось серьезно. Заболевание крови. Врачи сказали, что эта болезнь не лечится, вы должны быть готовы ко всему. А это семья верующие были. Вот муж-служитель, жена в отчаянии, ночами не спит, плачет, молится, просит у Господа, Господи, пожалей. Ты знаешь, я этого не перенесу, мне тяжело. Хорошо, что так молилась. Муж ее утешает, говорит, ну, что ты за неверующий человек. Доверься Богу, Бог знает. Если ее такой век, ну, что мы будем, с Богом ссориться, что ли? Надо смириться. Долго шла борьба в этой женщине. Наконец, она изнемогла в этой борьбе и сказала, Господи, если ты хочешь забрать ее, забери, я готова отдать. И вы знаете, следующее обследование показали, что заболевание не такое критическое, как сначала казалось, а через совсем небольшое время врачи сняли этот диагноз. Вот Бог достиг в этой женщине того, что он хотел, довериться Богу. Кажется, невозможно по-человечески, но то, что невозможно человеком, возможно Богу. Бог хочет, чтобы сблизиться с нами, чтобы мы ближе к Нему, не убегали. Этот юноша потерпел поражение, и мы нигде не читаем больше за него. Он ушел с печали от Господа. Если бы он не ушел с печалью, Господь бы, ну, его благословил, мы бы другую концовку его жизни прочитали. Вы хотели, братья и сестры, ходить в собрания, годами ходить, ходить в собрания, слушать Слово Божие, а потом услышать от Господа, я никогда не знал вас. Кто хотел бы такое услышать? А ведь Христос не обманывает, когда говорит об этом, что многим скажет в тот день, я никогда не знал вас. Потому что мы просто не доверяли Господу, мы просто неправильно молились, мы не те ориентиры ставили, мы соблазнялись, мы задавали неправильные вопросы Богу, а поэтому я хотел бы сегодня, вот на примере этого юноши, для себя взять урок, чтобы я больше просил у Господа виднее, что мне нужно сделать, а не говорить. Вы, наверное, знаете, это классический пример. После молитвы, когда отец помолился, чтобы Господь накормил голодных, сын попросил у отца ключ от амбара. Ну, сынок, а зачем тебе ключ? Папа спросил. А я хочу выполнить твою молитву. Поняли, да? Он молился, чтобы Бог накормил, а у самого амбара с зерном. А сын, дай мне ключ, и я выполню ту просьбу, которую ты Богу сказал. То есть пойду дам нищим этого хлеба, который люди просят. Вот, чтобы мы так у Бога просили, Господи, укажи, что мне делать? Что мне делать, чтобы мне исполнить волю Твою? Не говорить Богу, что Бог должен сделать. Бог знает, что нужно делать. Ему не надо об этом напоминать. Мы должны знать, что мы должны делать и исполнять то, что Господь нам говорит. А также, чтобы, когда нас постигают какие-то трудности, переживания, неожиданные явления, чтобы мы не отчаивались и восклонили голову свою и понимали, что Бог любит нас. Он из любви посылает нас, чтобы нас встряхнуть, пробудить нас, чтобы мы правильно относились к вещам и помнили о том, что жизнь на земле это временное явление, а жизнь на небесах вечная, чтобы там быть не как из огня, без ничего, а все-таки иметь там венцы, то давайте мы поступим так, как говорит Господь каждому сердцу. А Господь говорит сегодня, в проповеди говорит, в молитвах говорит, в пениях говорит, в чтении слова говорит. И я хочу сказать, что больше всего и чаще всего Господь говорит нам через слово. Но мы потому и не любим иногда читать слово Божие, потому что слышим призыв оттуда, как нам нужно поступить, а нам это очень не хочется. И мы оставляем это слово. Оставляя слово, мы оставляем Господа. И не удивляйтесь, что жизнь будет проходить в печали. Только с Господом мы можем радоваться. Поэтому я хотел бы сегодня молодежи сказать, не будьте похожи на богатого юношу. Пойдите за Господом. Если что-то требует от вас, кажется, невозможного, выполните, и вы получите от Господа благословение, которое не сравнится ни с каким приобретением, ни с каким богатством на земле. Помолимся Господу, чтобы Он научил нас быть исполнителем Его слова, а не слушателями только. Аминь. Благодарим тебя за то, что ты призываешься привлек нас к себе любовью к Своей, назвал нас сынами и дочерями. И как с сынами и дочерями поступаешь с нами, учишь нас, уразумляешь нас, Господи, иногда посылаешь нам трудности и наказания с одной определенной благой целью, чтобы отвести душу нашу от преисподней, чтобы открылся нам свободный уход в Царство Твое Небесное. Благодарим тебя, Господи, за то, что когда наш разум постигает мысли, что это невозможно с человеческой точки зрения, пока не помнишь, что для тебя все возможно. И ты призываешь нас к тому, чтобы, живя на земле, мы собирали себе сокровища на небесах, чтобы к тебе богатели, чтобы мы могли светить в этом мире добрыми делами. И для этого, Господи, чтобы мы сохраняли свое сердце от всякого суда, а лучше следили о том, как не подавать соблазно никому, ни братьям, ни сестрам, ни окружающим наступе. Благослови нам слово слышанное претворить в жизнь, чтобы через это прославилось имя Твое, Бог наш, Отец, Сын, Святой Бог. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Илысенко Надежда Ивановна И продолжим разбор седьмой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok